Аллилуйя! Рада видеть вас, дорогие! Вижу Украину, вижу Россию, вижу Европу. Слава Богу, что мы можем соединяться с разных концов мира. Приветствую! Аллилуйя! Драгоценное, очень важное слово, которым я хочу поделиться сегодня. Отец раскрывает сияние изумруда в теле Христа. И это время связано с временем славы, о которой я говорю последние... В общем-то, всё время, когда выхожу в эфиры, да. Но особенно в этот пасхальный период, который у нас был, я делилась словом о той эпохе, в которую мы входим, и с чем она связана. И прежде всего, это эпоха славы, эпоха Божьего движения в проявленной славе. И если вы не смотрели эти эфиры, то будет здорово, если вы их посмотрите. Все записи есть на моей странице в разделе «Видео». Теперь там видео у нас даже собраны по плейлистам, так что найти всё намного проще и смотреть удобнее. Вот. И один из эфиров, в который я выходила, я делилась пророческим переживанием, которое у меня было в марте, в котором Господь показал мне пробуждение церкви. И это послание, этот эфир назывался «Время исхода и смерти в жизнь» и «Изекииль 37». И вот то, что я буду говорить сегодня, и то, что связано с изумрудом, раскрытием функции природы, сущности изумруда в теле Христа, я сейчас объясню, о чём речь, это связано с тем переживанием. И «Изекииль 37» показывает о тотальном, сверхъестественном воскрешении, которое Бог планирует совершать в своём теле. И в пророческом переживании, которое Господь повёл меня, было показано именно это. И я видела воскрешение, пробуждение, обновление церкви Духом Божьим, излияние Духом Божьего. И важный момент, который я упоминала в прошлый раз, было то, что когда я была перемещена в это пророческое видение, первое, с чем я столкнулась, когда я была перемещена туда, в мои руки было дано послание, слово. Это был текст определённый, послание. И также мне были даны изумруды. Я держала в руках своих слова, и я держала изумруды. И вот сегодня я хочу высвободить изумруд. Это очень интересно на самом деле, и Бог мне уже не первый раз до того говорил и показывал изумруд. Но когда я его увидела и столкнулась с тем, что в этом пророческом переживании всё началось с изумруда, и когда я держала эти камни в руках, я услышала 37, и при своём возвращении из этого переживания я ясно знала в духе, что речь идёт про Иезекииль 37. И интересно, что и Иезекииль 37, и время, в котором мы находимся, и эпоха славы, и время перестановок в теле Христа связано с изумрудом. В прошлом году я выходила также, я специально сейчас делаю некоторые такие сноски, чтобы вы могли взять те эфиры и копнуть глубже, рассмотреть разные грани этого времени и того, что делает Бог в теле Христа. И был один из эфиров, в котором я говорила о перестановке сил, о трансформации, которую Бог производит в теле Христа. И мы говорили про Иезекииль 44. В Иезекииль 44 Господь показывает эту перестановку и смену священства, смену стражей, речь идёт о смене стражей. И это то, что Бог делает сейчас в своей церкви. И это связано с изумрудом. Изумруд является третьим камнем в нагрудном наперстнике священника Ветхого Завета. Изумруд – это третий камень. О, халлелюя, слава тебе Господь! Это так сильно, это так сильно. Изумруд отец раскрывает в теле Христа. Третий камень. Вы знаете, что камни в нагрудном наперстнике священника относились к разным коленам Израиля. И каждый камень был посвящён определённому колену. И вот камень изумруд, который на иврите барекет, он относится к колену Леви и Левия. И это важно очень. Это связано как раз и относит нас в языке Лев 44. Я начну с того, что вообще барекет и изумруд означают однокоренные слова от этого слова на иврите, связанные со словами... Однокоренные слова переводятся как «молния, свет, блестящее сияние». И халлелюя – это свет Божий, который поднимается в теле Христа. В пророческом переживании, которое у меня было в марте, я видела непосредственную связь изумруда и того, что происходило раньше. В моих руках были изумруды. И эта функция, и эта сущность, которую Отец раскрывает сейчас в теле Христа, и она связана с пробуждением, она связана с обновлением Церкви, она связана с излиянием Духа и с высвобождением воскрешающей славы в тело. И эта воскрешающая слава приводит к тому, что кости начинают... Сухие кости, давно мёртвые кости, в которых не осталось даже признаков жизни, начинают обрастать жизнью, начинают обрастать живым, начинают собираться в целое, и через излияние Духа приобретает жизнь. Жизнь, которую Иисус принёс нам, это Иоанна 10.10, жизнь и жизнь с избытком приходит и начинает изливаться в тело Христа в то время, в которое мы сейчас входим. Халилюя, слава тебе, Господь! Итак, изумруды. Изумруд, а вообще даже есть такая информация, что священники использовали именно барекет изумруд для того, чтобы освещать тёмное помещение. То есть он преломлял свет так, что приносил свет. И этот камень связан с сиянием, со светом. Халилюя! И, конечно же, это Даниила 12.3. Даниила 12.3. Перестановки, связанные с тем, что сейчас производит Бог в теле Христа, поднимает тех, кто был близок к Нему, приводят нас Даниила 12.3. И разумные будут сиять, как светило на тверде, и обратившие многих к правде, как звёзды вовеки навсегда. Халилюя! Я постараюсь сейчас пророчески немножечко размотать этот клубок и раскрыть некоторые откровения. Конечно, всё в этом эфире не получится, но вы можете дальше спрашивать Господа, чтобы Он говорил вам в этом аспекте. Потому что раскрытие функции изумруда в теле Христа приносит такие глобальные трансформации и перемены, которые связаны вообще с подготовкой Небесты Христовой, и которые связаны с пробуждением тела Христа, объединением тела Христа и Его воскрешением. Слава тебе, Господь! Интересно то, что... Особенно интересно то, что колено Левия, которому посвящался этот камень на перстнике священника, именно оно упоминается в Иезекииль 44. И мы сейчас пойдём немного в Иезекииль 44. И начну я с 4 стиха, потому что оно как... Он как раз говорит об эпохе, о времени, в который мы входим. И это ещё одно потрясающее подтверждение от Господа об эпохе славы. Итак, Иезекииль 44.4. Потом привёл меня путём ворот северных предлецо храма, и я видел, и вот слава Господа наполняла дом Господа, и пал я на лицо моё. Халлелюя! Это эпоха и время, в которое мы вошли. Время, в которое Господь желает явить славу последнего храма, славу Нового Завета, славу Отца, с которым встречался на горе Моисей. Эта слава готовится к высвобождению на земле, чтобы Царство Божье было на земле, как и на небе. Отец желает явить свою славу на своей церкви, чтобы войти в исполнение пророчеств Исаия 60. Слава тебе, Господь! И вот слава наполнила дом Господа, и пал я на лицо моё. Дорогие, мы входим во время, когда слава Божья должна наполнить дом Господа. И прежде всего, конечно же, мы сами являемся храмом Господа. Но речь также идёт отдельно о каждом из нас. Это актуально для каждого сына, для каждой дочери. Личное пробуждение, личное знакомство со славой, быть носителем Божьей славы. Но также речь идёт о Церкви Божьей и о теле Христа в целом. Слава Божья желает наполнить дом Господа. И как Господь мне однажды в конце прошлого года сказал по 2 Коринфянам 3,7,8, Он начал обращать моё внимание на то, что слава движения Духа несравненно больше, чем та слава, в которую ходил Моисей. Несравненно больше. Халлелуя! Слава тебе, Иисус! Это то, во что мы входим сейчас, это то, что раскрывает Отец сейчас в своём теле. Итак, Иезекииль 44 показывает о смене стражей, о смене священства. И с чем связана эта смена? Эта смена, эта трансформация, которая также отображается в Исайе 22, когда Отец говорит, что я одного снимаю и выдёргиваю, как гвоздь из шаткого места в стене, а своего помазанника ставлю и утверждаю, как гвоздь в твёрдом месте. Исайя 22,22, вы помните, говорит о ключе Давида и связано с раскрытием владычества Господа, владычества Иисуса Христа. Это то, чем характеризуется это время. Владычество Иисуса Христа будет всё больше раскрываться на Божьей Церкви и будет явлена миру слава Божья и владычества Иисуса Христа. И вот эта перестановка, которая описана в Исайе 22, она же описана в Исайе 44. Это всё грани одного того, что было описано тогда пророчески для того времени, ну и для последних дней того, что происходит сейчас. И Иезекииль 44, мы возвращаемся. Дух Святой, помоги мне раскрыть это. Халлилюя. Речь идёт о священстве, которое во время отступничества Израиля, во время отступничества, то есть для нашего времени, это время, сухое время в теле Христа, это время сухих костей, это время, когда вода отошла от берега, это время, когда не видно массового Божьего движения, которые были видны в сезоны пробуждений и сезоны раскрытия Божьего движения через первопроходцев. И вот в этот сезон Господь смотрит на наши сердца. И Иезекииль 44 описывается, как одних священников Он убирает, а других, которые сохраняли свою верность и предстояли пред Его лицом, Он ставит на свою стражу. И вот это очень важно. Я зачитаю некоторые вещи. С шестого стиха я буду читать. «И скажи мятежному Дому Израилю, так говорит Господь Бог, довольна вам Дом Израилев, делав все мерзости ваши, вводить сынов чужое, не обрезанных сердцем и не обрезанных плоти, чтобы они были в Моем святилище и скверняли храмы, подносить хлеб Мой ток и кровь и разрушать завет всякими мерзостями вашими. Вы не исполняли стражи у святых Моих, оставили вместо себя их для стражи в Моем святилище». И Бог говорит в 9 стихе, что «никакой сын чужой, не обрезанный сердцем и не обрезанной плоти, не должен входить в святилище Мое, даже тот, кто живет среди сынов Израиля». И в 10 стихе «Равно и левиты, которые удалились от меня во время отступничества Израиля, которые, оставив меня, блуждали вслед идолов своих, понесут наказание за вину свою». Это то, что происходит и происходило в последнее время, тот этап, сезон, который мы проходили как церковь, когда служение идолам в теле Христа стало набирать таких масштабов и таких оборотов, что Божья ревность сегодня поднимается как огонь, потому что Бог не хочет этого больше терпеть. И Бог снова возвращает всё на круги своей истины, своей праведности и своей жертвы. И наказанием за служение идолов, за служение и... Как это слово пытаюсь подобрать сейчас? Угождение. Угождение людям больше, чем Богу. Наказание, которое Бог говорит и описывает в 44 главе книги Изекиля, по которым мне Бог начал говорить ещё в 17-м году. Он мне начал показывать, что он это делает в церкви. Наказание, о котором говорит Бог в этой главе, это удивительно. Если вы прочитаете 11, 12, 13 стих, мы видим, что наказанием является то, что эти люди, которые пошли вслед идолов во время отступничества Израиля, не будут приближаться к Богу. То есть Бог забирает своё присутствие. И Бог не позволяет приблизиться к себе тем, кто выбирает идолопоклонство, кто выбирает угождение людям больше, чем Богу. И он так и говорит, «Они будут служить во святилище моём, как сторожа у ворот храма и прислужники у храма. Они будут заколать для народа всё сожжение, и другие жертвы будут стоять перед ними для служения им. За то, что они служили им пред идолами их и были для дома Израиля соблазном к нечестию, я посла на них руку мою, говорит Господь, и они понесут наказание за вину свою. И они не будут приближаться ко мне, чтобы священнодействовать передо мною и приступать ко всем святыням моим, к святому святых, но будут нанести на себе бесславие своё и мерзости свои, которые делали». И бесславие заключается в том, что это служение, которое они будут нести, это будет служение, связанное с большой деятельностью, с большой занятостью заколать жертвы, служить у ворот храма, служить большому количеству людей. И очень многие христиане в этом находятся. Они делают много дел служения, но, к сожалению, оставили самого Господа. К сожалению, сам Бог перестал быть в центре всего. И нам очень важно, дорогие, сегодня перестроиться, перестроиться и войти в то движение, которое производит Отец. И то, что творит Отец, является самым главным сейчас. И Господь говорит, что сыны Садока из колена Левина, которые во время отступничества Израиля сохранили верность и соблюдали стражу свою. Бог подчёркивает это, что те, кто сохранил верность и соблюдали, непрестанно стояли на страже святилища моего, те будут приближаться ко мне, чтобы служить мне и будут предстоять перед лицом моим, чтобы приносить мне туки крови, говорит Господь Бог. Они будут сходить в святилище моё и приближаться к трапезе моей, чтобы служить мне и соблюдать стражу мою. Слава Иисусу! И знаете, это говорит о том, что самое главное наше служение – это служение самому Господу. И есть разница между тем, как служить Господу и служить людям. И здесь я хочу подчеркнуть, чтобы не было крайностей. Служение Господу всегда рождает и как результат приводит к тому, что мы проявляем Божью любовь к людям и мы являем служение Божьей людям. Но в том, что сам Господь ведёт нас делать и то, что Он поручает лично каждому из нас, не бывает служение Богу без служения людям тем или иным способом, но бывает служение людям без служения Богу. И это очень опасно. И вот изумруд, сущность которого Отец раскрывает сейчас в теле Христа, связан с тем, что люди, которые сохранили свою верность и в сложные периоды, в сложные периоды в церкви, в сложные периоды в теле Христа, приближались к Господу и выбрали соблюдать стражу больше, чем угождать людям и идти вслед идолов. А идолом может быть что угодно. Это не обязательно какое-то то, что в церкви считается грехом. Это может быть деятельность идолом, это может быть служение идолом. Ну, в общем-то, я это больше раскрывала в теме перестановка сил в теле Христа. Да, это можно эту тему поднять, эфир и послушать. Но сейчас я хочу коснуться больше изумруда. То есть изумруд — это Калина Левина, сыны Садока, которые упоминаются в Иезекииле 44. «Садок» означает тот, кто праведен. Отец раскрывает свою праведность в теле Христа. И то, что совершил Иисус Христос на кресте, цена, заплаченная Господом и Его пролитой кровью, откровение об этом начинает раскрываться в теле Христа совершенно в новом измерении, в измерении, которое приводит нас в проявление этого благословения, которое совершилось и было куплено Иисусом на кресте. Воскресение Господа через это начнется раскрываться с такой силой, что жизнь воскрешающая, слава воскрешающая будет изливаться в тело Христа. Халилюя! Чтобы слава Божья над Домом Божьим была раскрыта, сияла и была проявлена для мира, для той великой жатвы Хамашия, которую Бог приготовил. Колено Леви означает и переводится как «прилепился». И это очень интересный момент, когда вообще Леви тоже третий сын Израиля. Камень изумруд, третий камень в наперстнике на грудном священника, Леви третий сын Израиля. Ой, третий, ну да, Израиля, Иакова. И когда Лия родила Леви, она сказала такие слова, и мы это видим в Бытие 29.34. Она сказала «Теперь-то прилепится ко мне муж мой, ибо я родила ему трех сынов». И вот «прилепиться» Леви означает «прилепиться», «прилепиться». И это означает, что Бог, в контексте того, что я говорю сегодня, нам это говорит о том, что Бог начинает продвигать и приносить продвижение в теле Христа тем людям, тем своим сыновьям и дочерям, которые прилепились к Господу. И Бог производит и поднимает свежую жажду и свежую любовь в теле Христа. Он призывает своих детей прилепиться к Нему самому, прилепиться к Нему больше, чем к служению, прилепиться к Нему больше, чем к своей жизни, прилепиться к Нему больше, чем к людям, прилепиться к Нему больше, чем к стремлению к какому-либо человеческому, христианскому успеху, успеху в христианской жизни. Бог ожидает, что сегодня все большее количество людей поднимается в его присутствие, поднимается в свежую любовь. И невеста обращает свое сердце к своему возлюбленному, прилепляется к нему самому. Слава тебе, Иисус! И это также означает изумруд. То есть пробуждение в теле Христа и обновление в теле Христа неразрывно связано с теми людьми, которые прилеплены к Господу, которые в сложные времена церкви выбрали Бога своим приоритетом и выбрали стражу перед самим Господом, служение самому Господу выбрали своим приоритетом. Слава тебе, Иисус! И вот этот фактор соблюдения стражи перед Господом, о, халилюя! Это то, чего желает сегодня сердце Отца. Он ожидает, что прежде всего мы будем желать служить Ему самому. Эта трапеза, которую мы разделяем с Господом, это является нашим самым главным служением. Это отношение близости, это отношение доверительное, отношение дружбы. Это когда мы предстоим пред Богом, когда мы приоритетом своей жизни выбираем предстоять перед Богом. И всё остальное, что мы делаем в своей жизни, является продолжением нашего поклонения Ему и нашего предстояния перед Ним. Всё, что является делами нашего служения, посвящения, является непосредственным результатом ни амбиций, ни конкуренции, ни копирования кого-то, ни подражания кому-то, ни потому что так правильно, ни потому что так надо, ни ещё из каких-то причин, а только как результат предстояния пред Господом по личному поручению от Него во имя Иисуса. Садок означает тот, кто праведен. Настоящая праведность Господа – это Он Сам. И когда мы предстоим пред Ним и держим свою стражу прежде всего перед Ним, то мы пребываем в Его праведности, когда это полная противоположность самоправедности. И в это время Бог сокрушает всякую самоправедность в теле Христа. И огонь Божьей ревности сокрушает самоправедность в теле Христа, сокрушает дела религии, сокрушает человеческие дела. Это мерзко пред лицом Господа. Всё, что построено не на основании Его как личности, потому что это откровение о том, кто есть Иисус Христос. И Он Сам как личность является основанием Божьей Церкви. И Бог восстанавливает и утверждает сегодня своё основание в Своей Церкви. Халлилюя! И вот эта перестановка стражей, связанная с возвышением и продвижением тех людей, которые прилепились к Господу, те, которые вошли в Божью праведность, те, которые выбрали дела поклонения Богу, а не дела угождения людям, связана также с посланием Божьего Человека Илии, которое описано в Первом Царстве во Второй главе. Это больше раскрывает нам то, что делает Отец. Этот пророк сказал Илия в контексте того, что Илия попускал своим сыновьям делать дела нечестия перед Господом. Это то же самое, что описано в Иезекииле 44, где Бог говорит о том, что вместо того, чтобы вы соблюдали стражу мою передо мной, вы ставили туда, кого не попадя, тех, кто не делал это свято, тем, кто двигался в беззаконии, в нечестии передо мной. И вот за то, что вы так делали, на вас будет бесславие. И бесславие заключается в том, что вы не будете приближаться ко мне. Вот тоже было передано Илии. И было сказано то, что Бог осуждает то, что было попирание жертв Господа. И было предпочтение сыновей перед Господом, сыновей человеческих, сыновей Илии перед ним самим. То есть Илия предпочёл угождение своим сыновьям, не запрещал им, не бдил над тем, чтобы стража соблюдалась свято. И Бог говорит, «Ты предпочёл мне сыновей своих». То есть опять Господь, видно, насколько Господь ревнует о том, чтобы стража Ему самому, служение Ему самому всегда было соблюдено как главный приоритет и единственный вообще способ служения. И вот это проклятие, это бесславие, оно связано с тем, что священство теряет свою славу. Бог не будет ложить свою славу и раскрывать свою славу на том, что является идолопоклонством. А угождение людям — это тоже идолопоклонство. Это противоречит сердцу Божьему. И поэтому в 35-м стихе 1-е царство 2-й главе написано «И поставлю себе священника верного. Он будет поступать по сердцу моему и по душе моей, и дом его сделаю твёрдым. Он будет ходить пред помазанником моим во все дни свои». И это Исаия 22-22, и это Иезеки 44. Это грани, которые Слово Божье показывает о перестановке и трансформации в теле Христа, который Бог сегодня производит. Мы в это уже вошли. И мы будем видеть в ближайшее время возвышения и большие продвижения в жизнях тех, кто прилепился к Господу, тех, кто стоит на страже Господней, угождая сердцу Отца, угождая Иисусу Христу. Халлелюя! «И разумные будут сиять, как светило на тверде, и обратившие многих правде, как звёзды вовеки навсегда». «Светило на тверде» – это означает, что это будет видимо всем. Это было раскрытое владычество Иисуса Христа. Я этим немного делилась в прошлом эфире, в котором я рассказывала один из пророческих снов о явлении славы Божьей. Когда в этом сне мне было показано, что во времена тьмы и мрака на земле небо засияло светом зари, закат одновременно, и огненной славой, и знамения Божьей славы были видны повсюду, потому что они были проявлены на самом небе. И когда вокруг была темнота, небо горело, для всего мира было очевидно, то, что происходит на небе. Слава Божья взошла и проявлена была. И разумные будут сиять, как свертило на тверде. И Исаия 60, наше пророческое обетование для этой эпохи, говорит о том, что слава Господня взошла над тобой, и свет Божий сияет над тобой. Халилюя! Слава тебе, Иисус! Я надеюсь, что вы чувствуете это, и вы видите, и раскрывается это в вашем духе, это пророческое полотно для этого времени. Слава тебе, Иисус! И я верю, что всё это движение, трансформация в теле Христа, раскрытие славы, продвижение людей, прилепившихся к Господу, и соблюдающих верно Стражу Божью. Оно будет сопровождаться пробуждением и обновлением тех, кто нуждается в освежении Святого Духа. Это будет сопровождаться великим излиянием Святого Духа. Слава тебе, Господь! И сияние изумруда, свет изумруда раскрывается в теле Христа. О, слава тебе, Господь! И последнее, что я высвобожу ещё про изумруд. Один из переводов баррекет, который на еврите звучит как баррекет, изумруд, означает, будьте готовы, означает утренняя звезда. Как вам такое? Утренняя звезда. Слава тебе, Иисус! Это раскрытие Иисуса Христа на земле. Это раскрытие Божественной природы. Это откровение сыновей. Это откровение сыновей дочерей Божьих, которые будут сиять, как светило на тверде, во времена эпохи славы. И которых Бог будет использовать для того, чтобы обновлять свою церковь и приносить пробуждение, приносить воскрешение, приносить воскрешающую славу во имя Иисуса Христа. Это потрясающие глобальные, фундаментальные трансформации в теле Христа, которые мы будем видеть все более и более проявляющимся в ближайшие годы. Халлелюя! Дорогие, я надеюсь, что это возбуждает вас жажду быть ближе к Богу, быть еще более радикальными в посвящении, в том, чтобы держать стражу своего сердца и своей жизни пред лицом Господа, чтобы выбрать его приоритетом, чтобы он сам был снова в центре всего вашей жизни. Пусть это раскроется в жизни каждого из нас, пусть это раскроется в наших церквях, пусть это раскроется в наших служениях во имя Иисуса, пусть Дух Божий изливается на всякие сухие кости, и жизнь Иезекиев 37 приходит в Божью церковь во имя Иисуса Христа, Дух Божий, согласно пророчеству Илья, да и зальется во имя Иисуса. Халлелюя! Слава Тебе, Господь! Я лично предвкушаю мощное Божье движение, я чувствую нарастание важности этого и нарастание срочности в духе об этом. Слава Тебе, Господь! Мы благодарим Тебя за то, что функция и сущность изумруда, что означает прилепленность к Господу, что означает сияние Божье, что означает праведность Божью, что означает стражу пред лицом Твоим раскрывается в теле Христа. Эта функция и сущность изумруда из нагрудного наперстника священника раскрывается в теле Христа. И мы благодарим Тебя за то, что Ты продвигаешь и поднимаешь своих людей, и даёшь им владычество, власть, твоя власть раскрывается на них. Халлилуйя, слава тебе, Господь! Как в Висайе 22 Господь говорит, что того, кого я утверждаю, как гвоздь в твёрдом месте, на нём будет пребывать слава дома Отца Его. Это перестановка сил в теле Христа, которая также отображается на смене эпохи Саула эпохой Давида. И, кстати, священник Садок, увидев, что на Сауле Саула был отнят Дух Божий, он пошёл вслед Давида и был верным ему до конца. Одна из граней Садока — это верность. Во-первых, это видеть, а во-вторых, вторая важная грань — это верность. Видеть то, что делает Бог, как движется Его благоволение, как движется Его Дух, и как перемещается Дух Божий — это способность видеть. И второе — это верность, верность Господу до конца, верность как часть сущности, верность как часть природы, как часть характера, верность как характеристика чести. Это важная часть Садока. И люди, которых Бог будет поднимать, чтобы они сияли, как светило на тверде, эти разумные Господа, разумные, потому что как разумные Девы, помните, которые выбрали заботиться о том, чтобы у них был елей, о том, чтобы у них было помазание заранее, о том, чтобы их светильники были в порядке, они заботились об этом, и они названы разумными. И вот эти разумные, которые позаботились о том, чтобы иметь их свои светильники горящими во времена темноты, во времена отступничества, именно эти разумные будут сверкать на тверде. И одна из частей их характеристики — это будет верность. Верность до конца. Поэтому эти люди будут бесстрашными, эти люди будут бескомпромиссными, их невозможно будет купить. Халилюя! О, это потрясающие вещи, которые Господь делает сегодня в это время в своем теле. И я высвобождаю пророчески эти вещи, потому что это будет наши глаза, ни глаза другого увидят это, и это уже происходит. Но эти вещи будут набирать обороты, проявляться на масштабном видимом уровне. Бог покажет разницу между служащим Ему и не служащим Ему во имя Иисуса. Это время отделения света от тьмы. Свет засияет, и слава Господне будет видимо настолько на Божьей Церкви, что она будет очевидна для мира. И этим он и будет приобретен во имя Иисуса Христа. Дорогие, спасибо, что вы были со мной. Я вижу, что вы пишите комментарии. Халилюя! Слава Тебе, Господь, за каждого, кто был сегодня в эфире. Благословляю вас, дорогие. Спасибо за все ваши мысли, за все ваши отзывы, за все ваши слова, подтверждения, и что вам говорит Господь об этом в контексте этого. Также я благодарна за все эти комментарии. Обязательно их сейчас прочитаю. Спасибо вам, дорогие, благословений Божьих и славного времени с Господом во имя Иисуса Христа. Пока!